Приветствую, друзья, с вами Валерон, и сегодня мы поговорим о таком лейбле, как Back on Black. Данный лейбл является английским, выпускает он винилы на чешском заводе. На самом деле, очень много пластинок с этого лейбла у меня в коллекции было. Частично я их оставил себе, частично я от них избавился. Предлагаю вам следующий формат данного видеообзора. Для начала мы посмотрим, что сам лейбл пишет о себе, так сказать. Далее мы почитаем отзывы о нем, и уже в конце видео я расскажу немножко на своем опыте об этом лейбле, о его проблемах, о плюсах-минусах, ну и, конечно же, дефектах. Это английский лейбл, специализирующийся на переизданиях старых альбомов в жанре металл, также выпускающий и новые альбомы по лицензии. Релизы рассматривались как бюджетные, существуют с 2004 года. С 2006 года релизы штамповались на чешском заводе GZ Digital Media. Back on Black специализируется на высококачественном виниле. Наши релизы изготавливаются на изысканном тяжелом виниле для производства самого лучшего качества звука с завораживающими тактильными ощущениями, что делает их приятными в обращении. Красивые цвета винила тщательно подбираются, учитывая артворк, а некоторые релизы доступны в различных цветах для истинных коллекционеров. Многие релизы – это двойные и даже тройные винилы. Артворки сами по себе переработаны, чтобы точно интерпретировать оригинальный альбом и производится на высококачественных конвертах с разворотами в плотном картоне. Так же, как и все наши переиздания, пластинки классических альбомов металл-истории, Back on Black еще выпускает множество эксклюзивных виниловых изданий современных релизов в жанре металл. Далеко не умерший виниловый формат идет от силы к силе, и Back on Black гордится тем, что удовлетворяет потребности знатока винила в жанре металл. Просто взгляните на наш каталог релизов, чтобы увидеть калибр альбомов, которые мы выпускаем. Объедините свой любимый металл с вашим любимым форматом, и получите музыку Back on Black. Многие люди спрашивают нас, как мы готовим мастер-записи для нашего винила. Наши альбомы производятся из самого близкого к оригиналу источника. Если есть аналоговая лента, то используется именно она, но в наше время это редкость. Мы работаем со многими звукозаписывающими компаниями, к примеру Universal, BMG, Nuclear Blast, Warner Brothers, Scandalite и так далее. Мастер-записи предоставляются нам обычно как файлы DAT или WAV. В некоторых случаях это CD или виниловые диски, если исходные источники были потеряны. Но, как и во всех наших релизах, мы подготавливаем наилучший возможный аудиомастер. Мы используем те же самые заводы, что и многие лейблы, такие как Universal. Создание высококачественного винила – это не просто перенос альбома на винил. Получение наилучших результатов из нашего любимого формата требует внимания и глубокого понимания того, как именно работает винил. Многие мастер-записи не подходят для винила, поскольку современные цифровые музыкальные форматы, такие как компакт-диск, работают совсем по-другому. А именно поэтому мы тратим время на то, чтобы их профессионально переделали для производства винила. Что ж, эта вся информация взята с официального сайта Label Back on Black. Я полагаю, те люди, у которых есть несколько пластинок и кто слышал о цифровке, те, кто слышали сами пластинки на Label Back on Black, собственно, для них я попытался перевести данный текст, я думаю, вы понимаете, что написали они о себе, мягко говоря, не всю правду. Начнем, пожалуй, с конвертов. Качество конвертов практически всегда у них довольно-таки среднее. Если говорить о полиграфии, то всегда практически у них есть замыленность, всегда практически у них бумага матовая и довольно-таки невысокого качества. По поводу толстого тяжелого картона. Не встречал, честно, не встречал. Да, там есть картон, но он достаточно легко мнется. При транспортировке всегда практически получает повреждения, если неправильно упакован. И учитывая, что там достаточно тяжелые пластинки, то есть в 99% там тяжелый винил 180-граммовый, пробиваются торцы. Поскольку некоторые лейблы все-таки даже на заводе при упаковке, пластинки кладут в гейтфолк внутрь, а не в сам конверт. Что решает проблему транспортировки и пробитых торцов. Здесь же пластинки упаковываются именно в конверт, и торцы пробиваются с легкостью. Сама матовость конверта тоже не очень хорошо влияет на конечный результат. Мне кажется, что глубокого черного цвета вы там, в частности, не найдете. Контраст там очень-очень условный. По поводу подбора цвета винила под конвертеры. Да, на самом деле, чаще всего они правильно подбирают цвета. То есть, если, например, на конверте преобладает красный цвет, то винил тоже будет красный. Если синий, то синий. Если на конверте, скажем, черный и синий тона, то винил может быть с платором черно-синим. Выглядит это, конечно же, неплохо. Как пишут производители, что мастер-лента это редкость, но, тем не менее, если она есть, то они используют и ее. Кто-нибудь может мне сказать, у кого много пластинок было в Back on Black? Кто-нибудь встречал тот случай, когда было ощущение, что... То есть, по слуху, вы поняли, что это явно не цифра, явно не CD, не формат 1644, а именно лента. У меня, например, такого не было. Я прослушал более сотни релизов Back on Black, и могу сказать, что ни грозу у меня не было ощущения, что взят аналоговый источник. Кроме того, с учетом того, что я частенько оцифровываю пластинки, я вижу откровенный срез на 20 кГц. Что свидетельствует о том, что явно взят формат 1644. 16 бит, 44,1 кГц. То есть, по сути, CD-формат. Дальнейшая приписка того, что чаще всего им попадают исходники в виде DAT и WAV-файлов, явно утверждает на то, что, собственно, нечего удивляться, что звук откровенно цифровой. По поводу подготовки аудиомастера. Как они пишут, это, конечно, все волшебно. Они там трудятся, очень много уделяют внимания этому. Однако, на моей практике все пластинки Back on Black звучат абсолютно одинаково. Вот действительно, один и тот же компрессор, он присутствует везде. То есть, даже если запись достаточно старая. У них, кстати, есть классическая линейка, где они переиздают классические альбомы в жанре хард-рок, heavy metal. К примеру, Rainbow, Judas Priest, Motorhead и многие другие. Данные релизы начинаются в каталожном номере с букв RCV. Основная масса пластинок лейбла Back on Black начинается с букв BOB, что сокращенно означает Back on Black. Так вот, даже классическая линейка, она закомпрессована настолько, и чаще всего действительно вслепую нельзя идентифицировать, какого года материал перед тобой играет. Реально, все пластинки Back on Black звучат одинаково. Один и тот же компрессор, одна и та же частотная характеристика практически во всех случаях. Очень сухой, очень неживой, скажем так, звук на всех пластинках Back on Black. Высокие частоты, в принципе, они есть в большинстве случаев. Середина, она чаще всего задрана. Низкие частоты есть, но все это настолько закомпрессировано, все это настолько сухо звучит, что ощущение складывается, как будто перед тобой какой-то бумажный, абсолютно неживой звук. Судя по всему, действительно, они подготавливают аудиомастер, но по каким-то своим пресетам. То есть, настройки компрессора, эквализация и прочие какие-то моменты. Но я не могу сказать, что эта подготовка действует на пользу, скажем так. Давайте теперь посмотрим, какие отзывы пишут пользователи дискокса о пластинках производства Back on Black. Собственно, отзывы о самом лейбле. Я давал этому лейблу несколько шансов, и все они терпели неудачу. Купил три пластинки за эти годы, все новые, еще в заводской пленке. У каждой из них был ужасный статический и постоянные громкие щелчки на хотя бы одной из сторон. Бурзум релизов звучат нормально. Back on Black, похоже, отступил от предыдущих комментариев. Избегает этот лейбл любой ценой. Ужасное качество штамповки. Позор, поскольку есть некоторый высококачественный материал, который был плохо отпечатан. Я никогда не слышал хорошего звука от Back on Black. Пытался несколько раз, и этого достаточно с меня. Я не верю, что большинство пластинок это подделки в магазинах. Я думаю, что сама работа Back on Black сама по себе подделка и фальшивка. Избегайте, эти издания звучат ужасно. Даже самые новые. Большой выбор альбомов, очень низкое качество. Избегайте любой ценой, если вы не собираетесь проигрывать эти пластинки для кого-либо. Если собираетесь, просто придерживайтесь оригиналов или ждите чего-то получше. Один из релизов Dark Throne имеет следующие отзывы. Я бы избегал этой версии, так как моя копия имеет скачки и из оригинальной записи отсутствуют даже вокальные партии. Пара отзывов о релизах группы Empera. Одни из худших виниловых пластинок, которые я когда-либо слышал. Обложка это также низкокачественный мусор. Это издание звучит как дерьмо, я очень рекомендую избегать его. Далее, что самое любопытное, есть и дефекты на этом лейбле. В частности, релиз Абитуария Executioner's Return имеет дефект падения громкости после трека Second Chance. Что об этом пишут пользователи? У моего экземпляра есть внезапное уменьшение громкости с первых нескольких секунд трека Second Chance. Звучит тихо после этого момента. Это позор, потому что сам винил в основном без дефектов и обложка выглядит действительно хорошо. Да, звук дерьмо на стороне B после Second Chance. Back on Black имеет дерьмовый еще один виниловый релиз. Тупой, глупый лейбл. Еще один забавный момент случился с релизом группы Death, альбом Scream Bloody Go, где попросту на лейбаки забыли прилепить логотип группы. На самом деле, это далеко не все отзывы, поскольку Back on Black больше 750 релизов выпустил. Я пролистал примерно 250 релизов и понял, что статистика такая, примерно 95% негативных отзывов, 5% хороших отзывов. Что ж, позволю высказать свое мнение по этому поводу. Давайте рассмотрим плюсы и минусы данного лейбла. Начнем с плюсов. Винилы на самом деле очень качественные. Сама масса, сам винил тактильно действительно ощущается очень и очень неплохо. Ровные бортики, тяжелый винил, достаточно хорошего качества, никаких шуршалок чаще всего я не слышал. То есть, в 95% действительно винил очень качественный и без дефектов. Также не может не радовать тот факт, что многие винилы цветные. Для истинных коллекционеров, конечно же, это приятный бонус, что тоже является плюсом. Но, пожалуй, на этом плюсы и заканчиваются. Спорным моментом является цена пластинок данного лейбла. Поскольку позиционируется этот лейбл как, в общем-то, лейбл, выпускающий относительно дешевые пластинки, цена – спорный момент, поскольку данный лейбл выпускает пластинки по примерно тем же ценам, что и немцы. Немецкие лейблы, которые превосходят Back on Black по качеству. Из минусов, как утверждалось ранее, это достаточно средняя полиграфия, достаточно среднее качество картона. Звук, в общем-то, в 95% плохой. И еще один раздражающий меня, в частности, момент – то, что Back on Black всегда растягивает материал, чаще всего, на две пластинки. То есть, скажем, 40 минут они могут выпустить вполне на двух пластинках. Зачем это делается? Ну, наверное, для того, чтобы дороже продать альбом. В целом, меня это раздражает. Поскольку каждые два трека бегать в вертушке и переворачивать пластинку, ну, в общем, малоприятное занятие. Влияет ли это на качество звука? В данном случае, вот в данном случае данного лейбла, нет абсолютно. Даже если бы они писали по 30 минут на одну сторону, все равно Back on Black довольно-таки средний по звуку лейбл. Но при этом вам не пришлось бы каждые 10 минут переворачивать пластинку. И если бы они выпускались не в гейтфолдах, то эти пластинки занимали бы значительно меньше места на полке. Поэтому растягивание альбомов на две, на три пластинки – это откровенно не плюс данного лейбла. Бывают действительно такие случаи, когда выпускают альбом на одном виниле и переиздают на двух винилах. И на двух винилах качество действительно лучше. За счет повышения громкости, за счет того, что расстояние между дорожками больше, то есть дорожки становятся более выносливыми. И это позволяет записать, скажем, более низкие частоты, более динамичный звук. Однако, повторюсь, для Back on Black это не панацея. Учитывая, что пластинки выпускаются на чешских заводах, никогда они громкость не завышали, но это, пожалуй, плюс. И на самом деле двух винильные версии альбомов на лейбле Back on Black, выходившие, чаще всего имеют достаточно большое расстояние к центру яблока. Это тоже спорный момент. С одной стороны, это будет влиять на хорошую читаемость, с другой стороны, чехи, в принципе, никогда не страдали плохой читаемостью. Даже если пластинки записаны очень близко к яблоку. К сомнительным плюсам данного лейбла можно также отнести тот факт, что есть много релизов, которые не выходили на других лейблах. Почему этот плюс сомнительный? Потому что три раза ещё подумаешь, если у тебя богатый опыт прослушивания пластинок Back on Black, так вот, ты три раза подумаешь, стоит ли покупать этот единственный экземпляр. Даже своего любимого альбома. Откровенно говоря, если есть какие-то альтернативы, то есть если Back on Black выпустил релиз, который есть не только в первых прессах, а даже в переизданиях на других лейблах, я бы советовал брать всё, что угодно, только не Back on Black. Также к плюсам можно отнести тот факт, что у них действительно богатая библиотека пластинок. Очень много релизов, очень много стоящих релизов, но, к сожалению, качество, повторюсь, страдает. Данный лейбл выпускал пластинки таких групп, как Nightwish, Saxon, Children of Bodom, Burzum, Darkthrone, Crowbar, Mayhem, Death, Exodus, Demo Bagheer, Emperor, Opet, Motorhead, Ammon Amar, Cannibal Corpse, Judas Priest, Rainbow, Stain Lizzie, Slayer, Gravedigger, Nazareth. И это, поверьте, ещё далеко не всё. Однако, друзья, в заключение хотел бы вам сказать, что, да, это действительно не самый плохой лейбл, который существует, но один из самых невыразительных и невыдающихся по качеству лейблах. К сожалению, это так. Более того, друзья, некоторые пластинки данного лейбла стоят сейчас очень дорого, особенно пластинки группы Death. За счёт чего они растут в цене? Вопрос интересный. Некоторые пластинки редкие, некоторые пластинки раскупаются. То есть Back on Black, на самом деле, иногда знает, что выпустить. То есть, если, например, релиз достаточно дефицитный, он выходил один раз или не выходил вовсе, они выпускают данный релиз на виниле, и, конечно же, он поначалу имеет божескую цену, а через, скажем, 2-3 года эти пластинки исчезают из-за того, что выпускались достаточно небольшим тиражом, становятся дефицитом и подрастают дико в цене. Что ж, в заключение я хотел бы вам сказать, друзья. С данным лейблом я бы советовал ознакомиться только для собственного опыта, чтобы понять, что этот лейбл, в принципе, стоит обтадить стороной. Для этого приобретите просто парочку релизов, которых нет на других лейблах, если это окажется в вашей любимой группе, приобретите и получите незабываемый опыт. У меня есть несколько пластинок данного лейбла, в принципе, я не собираюсь от них избавляться, но если выйдут альтернативы какие-нибудь, то, естественно, я от них избавлюсь. Что ж, у меня на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Счастливо, друзья!